Ваша мышечная система похожа на сложный механизм, в котором каждая деталь играет свою важную роль. Когда одна часть ломается... Подождите, вы что, зевнули? Надеюсь, это не реакция на мой рассказ, но я могу сказать вам следующее. Даже такая элементарная вещь, как зевок, это результат совместной работы нескольких мышц. Грудной клетки, диафрагмы, гортани и неба во рту. Мышцы — это мягкие ткани, состоящие из множества растягивающихся волокон. В вашем теле более 600 таких мышц, и они помогают вам двигаться, держать осанку, дышать, переваривать пищу, вдевать нитку в иголку, делать селфи и многое другое. Пора выпить кофе! Даже когда вы тянетесь за чашкой, задействованы сразу несколько групп мышц. Давайте посмотрим, как это работает изнутри. Во-первых, у нас есть мышцы руки, такие как бицепс. Локоть должен сгибаться, и бицепсы помогают ему в этом. Кроме того, есть и запасные помощники, в вашем случае трицепсы на противоположной стороне руки. Они расслабляются и удлиняются, чтобы сгибание происходило именно так. Чтобы движения были плавными и контролируемыми, необходимо задействовать мышцы-стабилизаторы. Вращательная манжета плеча может помочь в этом. Она удерживает сустав в стабильном положении и не позволяет ему шататься, когда вы тянетесь к чашке. И это еще не все. Мышцы предплечья помогают бицепсу сгибать запястье, чтобы рука точно дотянулась до чашки. Теперь вы наконец-то можете наслаждаться своим напитком. В организме существует три типа мышц. Скелетные, гладкие и мышцы сердца. Скелетные мышцы прикреплены к костям сухожилиями. Это тросы, состоящие из прочной ткани. Скелетные мышцы отвечают за волевые движения. Это единственный тип мышц, которым можно управлять, приводя в движение определенные участки тела. Например, при сокращении скелетной мышцы можно двигать конечностями, бегать и поднимать тяжести. Этот тип мышц составляет от 40 до 50% общей массы тела. Гладкие мышцы заполняют различные органы и системы организма. Они выстилают стенки органов пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой, репродуктивной и других систем. Они имеют гладкий, неполосатый вид. Отсюда и название – гладкие мышцы. Вы не можете сознательно контролировать их движение. Каждая глоткомышечная клетка округлая в центре и сужающаяся по бокам. Они соединены с другими соседними клетками и образуют сеть, похожую на сетку, которая позволяет им сокращаться как одно целое. Благодаря такому слаженному движению в организме происходят такие важные процессы, как пищеварение, дыхание и кровообращение. Мышцы сердца довольно разборчивы в вопросах размещения. Они находятся только в сердце, и на одного человека приходится всего одна сердечная мышца. Другое ее название – миокарт. Сердечная мышца очень похожа на скелетные мышцы. Она имеет длинные, тонкие, параллельные полосы. Но в отличие от скелетных мышц, эта мышца неуправляема. То есть она работает постоянно, без всяких усилий с вашей стороны. Толстые мышцы сердца сокращаются, чтобы выкачать жизненно важную жидкость, а затем расслабляются, чтобы впустить ее обратно после того, как она пройдет через тело. Если бы ваши мышцы участвовали в Олимпийских играх, вы бы увидели среди них чемпионов. Титул самой большой мышцы забирает ягодичная. Это главная мышца – разгибатель бедра. Ее задача – поддерживать туловище и держать осанку под контролем. Благодаря ей вы можете ходить по лестнице. Самая маленькая мышца в организме уютно расположилась во внутренней мухе. Она соединяется с барабанной перепонкой и стабилизирует самую маленькую кость в организме, которая также находится здесь внутри уха. Медаль за звание самой сильной мышцы получает жевательное. Она находится в челюсти. Но пусть вас не обманывает размер. Эта мышца может сомкнуть ваши зубы силой в сотню килограммов на коренных зубах. Самым большим трудоголиком среди мышц является сердце. И да, ваше сердце – это и мышца, и орган одновременно. Оно перекачивает около 8600 литров крови в сутки. Еще один друженик в вашем организме – это язык. Он состоит из групп мышц и, как и сердце, не отдыхает ни дня, ни даже минуты. Он помогает смешивать пищу и говорить, отфильтровывает микробы, и даже когда вы спите, он продолжает проталкивать слюну в горло. Почти 85% всего тепла, выделяемого в организме, происходит в результате сокращения мышц. Когда вы чувствуете, что вам холодно, ваши мышцы автоматически сокращаются. Вот почему вы начинаете дрожать. Это способ вашего организма использовать мышцы для выработки тепла. Ваши мышцы работают вместе, выполняя различные движения. Они делают это попарно. Когда одна сокращается, ее партнер удлиняется. Это как при выполнении разгибаний на бицепс. Когда вы разгибаете руку так, что бицепс становится короче, трицепс на другой стороне руки выпрямляется. Когда вы сгибаете руку в локте, вы выполняете сгибание. Это движение, при котором уменьшается угол между двумя частями тела. Разгибание противоположно сгибанию. Оно увеличивает угол между двумя частями тела, например, когда вы выпрямляете руку после сгибания. Абдукция – это отведение конечности в сторону. Поднимите руку в сторону – это абдукция. Когда вы поворачиваете голову из стороны в сторону, вы совершаете вращение. Сокращение – это укорочение натяжения мышцы. Когда мышца сокращается, она тянет за собой кости, которым прикреплена, что приводит к движению. Когда вы сгибаете колено, мышцы бедра сокращаются, приближая голень к бедру. А теперь мой личный фаворит – расслабление. После сокращения мышца возвращается в состояние покоя. Кажется, что они способны на все, но мышцы не могут толкать. Поэтому даже когда дверь говорит «толкните», и вы уверены, что делаете это, ваши мышцы тянут локоть и плечо к двери. Мышцы обладают такой суперспособностью, как вязкоупругость. Это означает, что при растяжении или сжатии они ведут себя как комбинация жидкости и эластичного материала. Когда вы надавливаете на мышцу или тянете ее, она может сопротивляться изменению формы, как вязкая жидкость, или возвращаться в исходную форму, как эластичная резинка. То, как мышца реагирует на силу, зависит от скорости ее приложения. Если быстро растягивать или сжимать мышцу, то она становится более жесткой по сравнению с более медленным растяжением. В основном это проявляется в пассивных мышцах. Моторная кора – область лобной доли. На одной стороне мозга отвечает за управление мышцами на противоположной стороне тела. Так правая сторона управляет движением мышц левой стороны и наоборот. Для обеспечения движения мышц головной мозг посылает сигналы через спиной мозг в периферическую нервную систему, которая соединяется с мышцами. Этот канал связи позволяет мозгу контролировать и координировать движения всего тела. Когда речь идет о более сложных видах деятельности, где требуется напряженная работа целых групп мышц, например, при выполнении броска в прыжке в баскетболе, сообщения, посылаемые мозгом, становятся более сложными. Мозг должен активировать ряд команд, чтобы задействовать различные мышцы и добиться желаемого движения. Прежде чем собрать спортивную сумку, чтобы поработать над своими мышцами так, как будто завтра не наступит, подождите секунду, эти малыши любят спать, возможно, даже больше, чем вы. Когда вы погружаетесь в глубокий сон, ваши трудолюбивые мышцы получают возможность расслабиться, улучшается кровообращение и гормоны, способствующие восстановлению ткани, выходят на сцену. Так что не отменяйте посещение тренажерного зала, но не забывайте, что крепкий и здоровый сон – это то, что действительно позволяет мышцам омолодиться и вырасти.